Мы продолжаем и к нашему эфиру присоединяется Ахмед Закаев, председатель кабинета министров Чеченской республики Ичкерия за рубежом. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Ну вот хотели начать нашу беседу с очередных заявлений Кадырова. Вот он разошелся вчера в очередной раз, заявил, что Россия дойдет до границ Польши, захватит Киев, Харьков и Одессу. А вот скорые поставки танков с западного образца для ВСУ, они вообще, мол, ничего не значат. Что это все означает? На кого вообще рассчитаны все эти заявления? Да, я его вчера слушал. Я думаю, что лечение не пошло на пользу. У него обострение агонии. Это только агония обострилась, видимо. Знаете, они живут своим миром на самом деле. Не только Путин живет в каком-то параллельном мире, а Кадыров уже давно живет в каком-то своем мире. Это даже больше самому себе вот эти заявления и высказывания, чтобы самому поверить в это. Потому что они понимают, что происходит. А вот уже население ни в Чечне, я думаю, нигде-либо уже, в принципе, не верит ни одному слову. И вообще не обращают внимания на то, что он говорит. И поэтому сложно сказать. Я думаю, что, скорее всего, это такое самоуспокоение у Кадырова, так же, как и у Путина, который все время заявляет о том, что все идет по плану, все нормально, и они только что-то начинают. Я думаю, это из-за этой серии. Потому что ничего нового они сказать ни зрителям, ни слушателям, ни своим сторонникам не могут. Вы знаете, вот эти заявления, что вот они дойдут там и до Польши, и дальше. Я вот беседовал как-то с Исламом Белокиевым, пресс-секретарем батальона Шейха Мансура, который воюет на стороне Украины, вот, чеченцев. И он мне сказал интересные вещи. Говорит, мы никогда не видели кадыровцев на передовой, их там просто нет. Как и куда они дойдут? Каким образом? Они просто всегда в тылу прячутся, насколько я понимаю. Занимаются больше грабежами, там, пытками какими-то. Ну, знаете, мне кажется, их нельзя ни в коем случае рассматривать как отдельную единицу. Ни как политическую, ни как военную. Они находятся в структурах российских вооруженных сил, в российском политическом поле. И поэтому они как бы выступают как одно целое. И поэтому попытки отделить их от кого-то, от общей массы российской, да, они на самом деле, я тоже это подчеркиваю, потому что наши ребята, которые находятся на передовой, они никогда не сталкивались с чеченцами, с кадыровцами, которые воюют на той стороне. Потому что вот по той информации, которую мы видим, жертвы есть, мы знаем, что есть жертвы, но они находятся где-то в глубоком тылу или где-то на втором-третьем плане в качестве заград отрядов. Кто-то говорит, что в качестве заград отрядов, кто-то говорит, что они находятся в качестве резерва, который в любой момент могут бросить на передовую. То есть их роль в этой войне, нельзя ее как бы отделять от общей массы, которая сегодня вовлечена в эту преступную войну. И вот на прошлой неделе Кадыров обвинил члена комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенанта Виктора Соболева в подрыве авторитета российской армии и всего государства. И вот так он отреагировал на слова генерала, который как раз исключил нападение России на Польшу. А как так получается? Да, вот в Госдуме исключают, а Кадыров об этом говорит, идет в разрез. Нет, на самом деле, ребят, я думаю, что нам проследовать или попытаться проследить за логикой высказываний и того, что они делают, это будет очень практически невозможно. На самом деле, то, что там сегодня происходит, это полная, абсолютная ситуация вышла из-под контроля. На самом деле, она не всегда особо была под контролем. А сейчас, когда уже идет война, и каждый шумит то, что ему подпадается, в микрофон и выносит самые разные. А Кадыров во всегда был исключением вот из этой общей пропагандистского налета, который отмечается уже последние годы. То есть он имел право, он высказывался по любому вопросу, и как бы это ему сходило с руки. Я думаю, в этом отношении ничего не изменилось. Он посчитал, что то, что этот депутат Госдумы военной сказал, что они не нападут на Польшу, что он возражает лично ему. И вот у него вот подход к таким, кроме как к Путину, он же сам сказал, что он никому не лоярен, и он подчиняется только Путину. А все остальные отголоски, которые идут с России, с Москвы, он воспринимает как бы лично в себе в укоре. Поэтому так болезненно реагирует на все это. Ну там нету какой-то общей тенденции, я не думаю. Просто это его личное больное такое воображение по всем вопросам. Ну вот был просто, да, президентов стал отцом народов. И Кадыров наделил себя очередным титулом. И таким, как вы полагаете, вот таким образом, да, он решил как-то самоутвердиться на фоне отсутствия каких-либо успехов его войск в Украине. Или это, я не знаю, какие-то комплексы личного характера? Это на самом деле комплексы и диктатора, и комплексы неполноценности. Просто дело в том, что в конституции Татарстана, который тоже имел особый статус в российском государстве, еще с 1993 года, когда Татарстан подписал так называемый федеративный договор о развлечении полномочий. И в этой конституции было прописано, что Татарстан является независимым, суверенным государством. И все символики государственные, и название руководителя региона – президент. И даже Путин первый раз в 2000-е годы, сразу когда он денонсировал этот договор с Российской Федерацией, он не осмелился изъять из конституции Татарстана должность президента. Оно оставалось. И вот сейчас недавно только конституции поменяли должность президента на слово «рейс» – это руководитель, это правитель по-татарски, на их языке. И, видимо, Кадырову кто-то подсказал, если до сих пор он назывался руководителем региона, что им тоже нужно вернуться к традиционному принципу названия руководителя республики. Это «Мехк-Эл» был у нас в свое время, это парламент страны. И он и там же избирался в «Мехк-Эл». Но то, что сегодня делает Кадыров и то, что у нас было в истории, это абсолютно разные вещи. А сегодня это просто, наверное, утешается вокруг. Сам он утешается этим, что его приравняли также статусом Татарстана, что он имеет такие полномочия, которые будет иметь Татарстан. И вот для его окружения. Для его окружения они его все равно будут называть подышахом. А в народе, как его называли незаконнорожденным, так и будут продолжать называть. И поэтому никакое отношение за пределами его кабинета и его администрации, вот это название не имеет никакого значения. Вы знаете, что интересно, вот многие вспомнили сразу Сталина. В России он последним называл себя «отцом народов» или его называли. А мне почему-то вспомнился Сапармурат Ниязов, который, как мы помним, возглавил Туркменистан. И стал Туркмен Баши. Отцом, правда, не всех народов, а отцом всех туркменов. А после этого захотел стать, кстати, шахом. И вот вы сейчас тоже это упомянули, что близкие называют, какие-то его соратники, Кадыровы называют его подишахом. А как вот к этому титулу, интересно, ко всему этому относятся жители Чечни, как вы считаете? И вот к отцу народов, и к тому, что его называют там же подишахом? Вот я на самом деле именно это имел в виду. Потому что очень давно уже Чечня и чеченцы живут сами по себе. И вот в администрации, в окружении Путина они занимаются абсолютно каким-то, абсолютно оторвавшись от реалии существующей республики вещами. И поэтому ровным счетом уверен в том, что никакое значение для чеченцев оно не имеет и не будет иметь. Потому что на самом деле все знают. Я в прошлый раз с кем-то разговаривал, говорил, он даже не этнический чеченец. И вот применительно к нему слово «юр» или «мерк» оно абсолютно не соответствует той ситуации, в которой. Да, сегодня он поставлен Кремлем, он сегодня ставленник Кремля, он представляет оккупационный режим и ничего более. Поэтому люди к тому, что происходит вокруг Кадырова, сегодня уже относятся абсолютно как бы дистанцировались люди. Народ в массе своем дистанцировался. Но есть те, кто получают и живут от его, с его рук кормятся. Вот для них, да, это важно. Любой его каприз они должны удовлетворить, улавливать и пытаться ему угодить. И вот то и делает его сегодня ближайшее окружение. Одним из тех, кто был инициатором этого, и был так называемый Магомед Дауда, так, председатель парламента. Вот когда он увидел и узнал, что в Татарстане меняется название руководителя, президента на Раиса, они решили, что вот таким образом они должны очередной раз попытаться угодить своему подышаху. Российская Федерация планирует переворот в Молдове. Вот об этом предупредила украинская разведка. И вот кремлевские власти могут задействовать боевиков из Чечни. Вот об этом заявил глава РНБО Алексей Данилов. Вот по его словам, группа из Чечни, как раз воевавшая в Украине с 24 февраля, сейчас работает спасателями в Турции. Ну, в кавычках спасателями, да. И однако вполне вероятно, что очень скоро они могут очутиться в Молдове с заданием. По-вашему это возможно? Абсолютно возможно. Все возможно. И поэтому, кстати, я готовлю сейчас обращение в правительство Украины, руководство Украины и силовикам. Я абсолютно уверен в том, что у Генеральной прокуратуры Украины, у силовых министров, те, которые отслеживают и знают ситуацию в Украине, и кто был причастен, и кто участвует в этой преступной войне, у них уже есть списки людей, которые участвовали в этой войне. И мне кажется, уже пора подать в Интерпол этих людей с тем, чтобы они свободно не ездили по всему миру. А вопрос включения их в Интерпол, я уверен в том, что он разрешим. И с подачи Украины, как стороны пострадавшей в этой преступной войне, Интерпол примет безусловно. И они не будут так свободно разъезжаться по всему миру, кто на Мальдивы, кто в Турцию, кто в Молдаве, для выполнения каких-то операций. Поэтому вопрос, связанный с участием в войне военных преступников, должен расплатываться в комплексе. И поэтому подход к этому должен быть именно такой. И Украина должна в первую очередь инициировать эти процессы. А то, что их будут использовать в любой сфере, в любой грязной работе, у меня в этом нет сомнения. Их используют очень давно уже. То есть кто-то их называет кадыровцами, кто-то их называет сотрудниками ФСБ. Есть управление ФСБ, где входят. Есть управление военной разведки, куда входят опять-таки те же люди, которые участвуют сегодня в военных преступлениях против Украины. В военных преступлениях в Украине. И поэтому эти люди должны быть привлечены. Уже надо начать работу над тем, чтобы их привлечь к ответственности. А на этом этапе это может просто им осложнить их свободное перемещение. Министр по национальной политике, внешним связям, печати информации, Чечни заявил, что республика демонстрирует колоссальные успехи в социально-экономическом развитии и лидирует в положительных рейтингах. А вот что реально происходит в Чечне с безработицей, с зарплатами, материальным состоянием населения? Вот по последней информации, которая есть у нас, Министерство экономики и финансов, они проводили такой закрытый социологический опрос, выясняли у людей, что там происходит. А так, по статистике, сегодня 70 процентов, 70 процентов, если исходить из экономической составляющей, 70 процентов безработицы. Вот эти 30 процентов, это учителя, врачи и силовые структуры. И это бюджетники, которые получают деньги напрямую с Москвы. И они вынуждены откладывать, то есть они возвращают, вернее, даже уже их не возвращают, они уже сразу при начистении зарплаты 10 процентов отчисляется фонд Кадырова, частный фонд Кадырова, который в последующем благоденствует там, кого он считает возможным. А общая ситуация в республике, да, Россия уже последние 20 лет, можно 10 лет, скажем так, после того, как они перенесли, финансируя напрямую в Чечню, они занимаются тем, что они паразитируют народ. Сегодня чеченцы, основное население, основное население, они сидят на пособиях, на пенсиях, на инвалидных, на каких-то подачках, которые им выделяют через российский бюджет, выделяют Кадыров, которые удерживают. И тем самым он их привязывает и к своей политике, и к тому, что он сделает. И поэтому я думаю, что ситуация там превращена, доведена до абсурда, на самом деле. Люди живут сами по себе. Даже бизнес, который есть, частный бизнес, и частники, которые чем-то пытаются заниматься, они 50% вынуждены платить Кадырову и его окружению за то, что им позволяет. И многие просто отказываются делать что-либо и пытаются найти что-то для проживания уже за пределами республики. Кто куда выезжает, на строительство, на стройки, или выезжает куда-то в Россию, там пытаются что-то делать. Поэтому бывший промышленный центр Чеченская республика Ичкерия на Кавказе сегодня превращен в торгово-развлекательный центр Кадырова. Поэтому, что бы там министр ни говорил, ситуация, социальное положение жителей Чечни, конечно, очень плачевное, как и во всей России. Но она чуть лучше, чуть отделяется от центральной России, потому что все-таки чеченцы, они издревле, издревле были очень работоспособными и трудолюбивыми. И они пытаются выжить. Но это ни в коем случае не идет, не исходит от того, что власти или центральные, или местные оккупационные структуры пытаются облегчить участь жителей республики, этого региона. Знаете, вот есть у нас такие цифры, Кадыров поставил своих людей уже повсюду, вот из 158 крупных чиновников Чечни более 30% это его родственники, 23% односельчане, еще 12% друзья или их родственники. Вот когда на должность министра земельных отношений Кадыров поставил своего 26-летнего племянника, вот даже в среде провластных политологов уже начали говорить, что в Чечне происходит нарушение закона. Можно ли сказать, что, знаете, субъект стал неуправляем, уже захочет отделение от России, вот такое свое царство, титул уже есть, теперь вот отделиться и свое царство. Я бы это не политизировал бы, дело в том, что при Кадырове никакого отделения не будет, а после Кадырова оно просто, он станет абсолютно самостоятельным субъектом, самостоятельным международным субъектом, он восстановит, республика восстановит свою независимость, а в бытность Кадырова это не произойдет, а то, что сегодня Кадыров делает или апеллирует к законам, в Чечне сегодня не работают вообще никакие законы, вообще, и причем очень давно, и все это знают, а для Кадырова власть, личная власть, это очень важная, важная ситуация, важно, очень важно, и естественно он пытается вовлечь властные структуры близких себе людей, родственников или тех, кому он доверяет, потому что народу чеченскому он не доверяет, и он не может ссылаться на то, что люди, которые сегодня находятся в Чеченской Республике, поддерживают его власть и участвуют в том, что он делает, и поэтому он вовлекает властные структуры или близких родственников, или соседей, или друзей, или тех, кому он лично, с кем он лично знаком, и кому он лично доверяет, это обычный такой прием, который использует любой диктатор, и Кадыров не исключение в этом вопросе. Кадыров пригрозил крымскому муфтию за беседу с пленными чеченцами. Вот Айде Рустемов, который находится в Киеве, провел очередной разговор с пленными российскими мусульманами, среди которых были пять чеченских военнослужащих. Он поговорил о преступности войны против Украины, но и о том, почему ее нельзя называть священной войной. На угрозы муфтий ответил, вот по нашему мнению метко, я хочу процитировать, Россия государство лжи. Муфтий и мамы в Чечне, я их не называю чеченцами, на самом деле это кадыровцы, это мутанты, которые приняли облик расшизма. Дикая война, которую навязала Россия, стала разделом для всех наций. Вот вы согласны с муфтием? Совершенно правильно он высказался, я все целые его поддерживаю. Я лично знаком с Айдером, мы с ним встречались в Киеве один-два раза. И вот я знаю эту ситуацию, когда Айдер говорил с этими пленными кадыровцами. Я за неделю до этого разговаривал с ними, эти пять человек, с Айдером разговаривали уже и другие, там были не только чеченцы, но и другие военнослужащие или военно-пленные, которые каким-то, ну, ассоциировали себя мусульманами. И он с ними говорил, я слушал эту беседу. Конечно, он говорил совершенно правильные вещи, и абсолютно я с ним согласен. А вот то, что они пытаются вот с кадыровцами, которые в плену, вот это еще раз вы меня напомнили, когда я с ними разговаривал, один из тех, кто был в плену, он говорил о том, что он приехал туда вместо своего старшего брата, больного старшего брата, который якобы получил пособие по малоимущему, по малоимуществу, по малому имуществу, и потом уже кадыров обязал всех, кто получает какие-либо пособия, отправлять, и начал отправлять их в Украину. И вот, чтобы его больной старший брат не поехал, он вместо него прибыл в Украину. То есть, я почему это? Я напомнил просто, чтобы я как бы ни в коем случае не оправдываю, я им сказал, и я совершенно согласен с Айдером, который сказал, что они преступники, что они совершают военные преступления, с момента пересечения границы с оружием в руках, они становятся военными преступниками, и они должны внести ответственность за это. И я уверен в том, что будут, и это должно быть. И эти люди сегодня уже должны понимать, что никакого оправдательного мотива, пособия, непособия, за брата, за отца, за... Это не работает. Потому что уже абсолютно точно известно, что все, кто сегодня находится на территории Украины, они подписывают контракт. Кто-то подписывает его добровольно, кто-то подписывает... Кто-то за кого-то... Они сами его подписывают, но сам момент, что они уже с момента перехода или с момента призыва, они являются наемниками. И у человека сегодня есть реальный шанс не оказаться там. Он может на что угодно пойти, в тюрьму, нарушить что-то, сделать так, чтобы его туда не направили. И поэтому рассчитывать на то, что когда попадают в плен, вот я сюда прибыл не по своей воле, и я это само не знаю, не понимаю, это уже не работает. Может быть, это в начале, первые там недели, две, три, может быть, это работало, потому что люди действительно не знали, для чего их призвали, и они оказались в Украине. А уже последние месяцы все знают, куда едут, зачем едут, и для чего их туда направляют. У каждого человека есть возможность не ехать туда и не делать этого. Это выбор каждого человека, и каждый человек должен будет отвечать за свой выбор. И поэтому я всецело согласен с Айдером и с тем, кто сегодня говорят этим людям, вы становитесь преступниками и будете нести за это ответственность. Ну и в крайнем случае у них есть, конечно, опция, это сдача в плены, остаться в живых таким образом. Спасибо вам большое, Ахмед Закаев, председатель кабинета министров Чеченской республики и Чкерия за рубежом, был с нами на связи. Благодарю вас. Всего доброго. Всего доброго.